Ну а теперь к другим темам. Дым от лесных пожаров окутал Томскую, Омскую, Новосибирскую, Кемеровскую области и Алтайские краи. Горит тайга и в Красноярском крае. В Ямало-Ненецком автономном округе выжжены 60 тысяч гектаров леса. Одна из причин – аномально жаркая погода в регионе до плюс 40 градусов. Это рекорд за всю 130-летнюю историю метеонаблюдений. Наиболее сложная ситуация сейчас в Томской области. Туда отправился глава МЧС Виктор Пучков. Он на месте будет контролировать тушение огня. Над городом уже несколько суток. Плотная пелена дыма и смога. Виталий Рутюнян расскажет подробнее. Смог, окутавший густой пеленой буквально весь Томск, держится в городе уже пятые сутки. И просветов пока не видно. В городских аптеках медицинские маски – самый ходовой товар. Но и они не особо помогают. По данным областного департамента природных ресурсов, концентрация угарного газа в воздухе превысила предельно допустимый показатель в два раза. Очень тяжело. Большая загазованность. Мы в больнице сейчас лежим с бронхами. Ребенок тоже тяжело. Глаза красные тоже от дыма. В горле сильно щипет. Очень плохо дышится. Санитарная служба города советует жителям защищаться не просто марлевыми повязками, а противогазами и респираторами. Видимость в городе сейчас не превышает 50 метров. Виной всему сразу 33 лесных пожара. Именно столько очагов возгорания зафиксировано в Томской области. В регионе действует режим ЧС. Мобилизованы не только силы МЧС и военных. На борьбу с огнем вышли и добровольцы. В самые пекла их, конечно, не пускают. Фронт работ – борьба с возгоранием травы. Сейчас метеоусловия над очагами возгораний улучшились к тушению пожаров, площадь которых превышает 8 тысяч гектаров, уже привлекли и авиацию. Всего же на борьбу с огнем мобилизованы почти 4 тысячи человек и 600 единиц техники. Между тем, работа Томского аэропорта полностью парализована. Уже вторые сутки он не выпускает и не принимает самолеты. Принято решение часть пассажиров отправить автобусом в Новосибирск и Кемерово, откуда они смогут вылететь в Москву. Вчера авиакомпания сообщила, что никаких задержек. За час до выезда в аэропорт сегодня тоже сказали, по их сведениям, аэропорт работает в штатном режиме. И люди, которые уже просидели в аэропорту полтора часа, потом им сказали, что мы едем, оказывается, в Новосибирск. У людей есть право выбора. То есть те люди, которые не захотели ждать, они уже купили билеты уже в Томске. Те, кто посчитал возможным для себя подождать, они остались и дождались. Власти региона, чтобы нормализовать ситуацию, готовы пойти даже на эксперимент. Тушить пожар здесь предлагают с помощью взрывов. Суть в том, что подрыв заряда должен спровоцировать встречный отжиг территории. Таким образом, возможно, удастся остановить распространение огня. Но пока это только теоретические размышления. Между тем, есть и практические шаги. Местные чиновники на время действия ЧАЭС в регионе ограничили пребывание людей в лесу. Теперь любая прогулка карается штрафом до 25 тысяч рублей. Виталий Рутинян, Вести, Томская область.